Снести нельзя оставить. Знаки припинания в этом предложении намерены поставить барнаульские общественники. По их мнению, сносить комплекс зданий бывшей усадьбы купца Михайлова нельзя. Напомним, исторические строения на проспекте Социалистическом уже активно разбирают, а на их месте, вероятнее всего, появится восьмиэтажное здание Краевой прокуратуры. Тему мы продолжим с известным барнаульским общественником, историком и краеведом Даниилом Дегтяревым. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте. На прошлой неделе вы вместе с остальными общественниками организовывали пикет у здания Алтая хранкультуры. И главное ваше требование было как можно быстрее внести комплекс зданий бывшей усадьбы купца Михайлова в список объектов культурного наследия. Сколько времени чиновникам потребуется на рассмотрение и готовы ли вообще они поторопиться, как вам кажется? Документы по поводу усадьбы купца Михайлова, а это два здания сейчас, это главный жилой дом на углу проспекта Социалистического и улицы Партизанской, адрес у него Социалистический 52, и флигель по Партизанской 97, вот эти два здания мы выявили как объекты культурного наследия возможные и подали документы в начале прошлой недели. На рассмотрение вопроса о том, считать ли их выявленными или не считать, у Алтая хранкультуры есть максимум 30 дней. Вот эти 30 дней, собственно, объект считается не памятником, ничем, просто некий объект. Как только выйдет постановление о том, что это выявленный объект культурного наследия, он, значит, находится под государственной охраной, и после этого с ним уже ничего нельзя делать до окончания экспертизы. Экспертиза будет проводиться еще в течение 90 дней, и в течение этих 90 дней будет решено, достоин ли предлагаемый объект стать объектом культурного наследия или же нет. Слушайте, а к тому времени вообще не разберут эти оба здания? За эти 30 дней, конкретно сейчас могу сказать, что флигель очень сильно уже разобран. Он полукаменный, то есть верхний этаж деревянный, нижний кирпичный. В верхний деревянный этаж уже разбираются бревна, полностью разобрана крыша, частично повреждена кирпичная кладка нижнего этажа. Главный дом двухэтажный кирпичный, там пока в основном разобрана крыша, ну, возможно, что-то там еще, но пока вот таких серьезных потерь внешнего облика пока там нет. И мы очень надеемся, что, по крайней мере, кирпичный жилой дом не доведут до такого состояния за эти 30 дней, что там уже просто будет нечего спасать. Вот на это мы надеемся. В принципе, ситуация здесь не такая критическая. Дело в том, что до 2006 года оба здания были объектами культурного наследия. Но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Ну, то есть поторопиться чиновники в любом случае не могут, потому что есть определенная процедура. Да почему? Могут. У них 30 дней – это максимум. Максимум. Они могут, например, они могли вот получить эти документы и на следующий день уже выдать постановление. Ну, или там через неделю, сегодня могут написать постановление. Это 30 дней максимум. Угу. А это они не намеренно тянут, как вы думаете? Я не знаю. Я не знаю. Ну, надеюсь, что нет. А как вообще, Данил, получилось, что вот этот исторический комплекс оказался беззащитным? И вот вы сейчас начали говорить, и я знаю, что в свое время эти здания были памятниками, но статус сняли. По какой причине это произошло? Значит, в 1994 году оба здания в качестве городской усадьбы 1908 года постройки были внесены в реестр объектов культурного наследия. В 2006 году по ходатайству, возможно, городской администрации одно из этих зданий, а именно флигель на улице Партизанская, 97, был, значит, исключен из реестра в связи якобы с ветхостью. Что касается кирпичного дома двухэтажного на социалистическом 52, формально он не исключен из реестра, но якобы документы на него где-то утеряны в результате каких-то организационных перестановок, потому что функции переходили от одного органа к другому. В общем, в настоящий момент этот дом тоже не числится в реестре, хотя по некоторым данным постановления об исключении этого дома якобы нет. Хотя в постановлении 2006 года я читал, что там исключена именно усадьба городская, то есть вероятно, что оба здания. Но если только действительно кирпичный дом не исключали из реестра, то существует ненулевая вероятность найти на него, просто найти документы и просто подтвердить, что он, в общем, и является памятником, и тогда его уже однозначно нельзя будет сносить. Но что касается флигеля, то получается он будет как вновь выявленный объект. Считаться, если, конечно, к тому времени его не разберут. Вот так получилось. Понятно. Ну, вы общественник и ваши коллеги, вы, конечно, намерены здания сохранить, понимая их ценность. Однако есть те, у кого имеется другое мнение на этот счет. Позвольте себе процитировать одно высказывание в интернете. Народ напрочь умалишился какой-то барак от сноса защищать, еще один бомжатник, который давно пора снести. Вот в том виде, в котором здания находятся, ну, до того даже, как их начали разбирать, стоит ли их вообще сохранять? Ну, во-первых, эти здания никогда не были полностью заброшенными и, как выражается уважаемый комментатор, бомжатникам никогда не были, потому что они принадлежали краевой онкологической поликлинике и они находились под охраной. Еще летом прошлого года, когда я посещал эти здания, там была охрана и, собственно, именно администрация онкологической поликлиники давала мне разрешение на осмотр этих зданий. То есть бесхозными, каким-то проходным двором для непонятных личностей они не были. Что касается их внешнего вида. Да, понятно, что здания, которые простояли более 100 лет, они уже не новые. Понятно, что какие-то, ну, скажем, повреждения от времени есть, но конкретно эти здания, они, во-первых, очень прочные, а во-вторых, у них сохранена, значит, ну, сохранена деревянная резьба, сохранены все архитектурные элементы, сохранено качество кладки. Другое дело, что, конечно, за ними, может быть, не очень хорошо следили, чисто внешне. И вот, знаете, это вот как, ну, не ограненный алмаз. После огранки это будет ювелирное украшение. А до огранки это, ну, что такое, кусок какой-то там, он разве красивый? Нет, но если его обработать и продемонстрировать миру во всей красоте грани, вот это будет тогда ценность. То же самое и здесь. Если это здание отреставрировать, восстановить там, ну, там балкон был на втором этаже, например, восстановить его, там не так много нужно восстанавливать, потому что в основном сохранилось. И ни о каком бараке, сарае, бомжатнике тогда просто не может идти речь, это будет украшение. А, ну, предположим, да, случится такое, что бывшую усадьбу купца Михайлова оставят в покое, перестанут разбирать. Каким вы видите будущее этих зданий, если вот оценивать ситуацию реально? Я надеюсь, что собственник этих зданий, а я так понимаю, что они переданы сейчас в собственность, возможно, прокуратуры, то есть это, возможно, даже федеральная собственность. В общем, собственник этих зданий. Либо своими силами отреставрирует их и может использовать по своему усмотрению. То есть я не вижу ничего плохого, например, чтобы в двухэтажном кирпичном доме находились какие-то подразделения краевой прокуратуры. Отреставрированное здание, это будет очень показательно. Для краевой прокуратуры это будет огромный плюс продемонстрировать всем, как нужно относиться к объектам культурного наследия, что с ними нужно делать. Это их все будут уважать и ставить в пример во всех других регионах, если они так сделают. Либо, если они не захотят реставрировать это здание, то они могут его, я считаю, что имеют право его продать частному лицу. Тем более, что есть, ну, ко мне обращались с предложением, даже не с предложением, понятно, что я здесь ничего не решаю, просто с вопросом, а как я отношусь к возможности устройства в этом здании, например, хостела. Но вот, если его использовать по такому назначению, то я был бы только рад. Это правильное использование. Поняла. А много ли вообще, Данил, у нас в Барнауле исторических объектов, которые тоже могут оказаться под ударом, как вот эти два здания? На самом деле много. На самом деле есть немало объектов культурного наследия со статусом, которые в очень плохом состоянии, они разрушаются, они разваливаются. Это и памятники промышленной архитектуры, это и жилые дома. Еще больше зданий не имеют статуса, и они утрачиваются, их сносят, в связи с тем, что, ну, раз статуса нет, старое строение, вроде бы как ветхие, мешает новому строительству, да, их проще снести, чем отреставрировать. То есть на самом деле таких, это ни одно, ни два, ни десять, это десятки по всему городу таких зданий. Ну, вам обидно? Или что мне, да. Можно что-то с этим сделать, чтобы по-другому относились к ним? Прежде всего, я считаю, что нужно изменить отношение к проблеме и со стороны власти, и со стороны бизнеса, и со стороны нас, горожан. Ну, что эти здания никому не нужны, да, в таком деле? Да, да, да. До тех пор судьба будет у нашего исторического наследия печальная. Но как только мы сами осознаем, что это же наше наследие, мы же храним старые фотографии, да, наши, которые там, наших прабабушек, прадедушек, мы же храним какие-то их документы, мы же храним то, что связывает нас с нашим прошлым. Это тоже наше прошлое, это наши предки жили в этих домах, это наши предки ходили в эти магазины. Вот у Михайлова на первом этаже был продовольственный магазин. Да эти комментаторы, если они родом из Барнула, а может быть их какая-нибудь прабабушка там в этом магазине себе покупала еду на черный день, а они его под снос. Ну, я поняла. Спасибо, Данил, за ваше мнение. Желаю вам удачи в борьбе с, скажем так, за то, что эти здания сохранить для потомков. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Данилом Дегтяревым, общественником и историком. Данилом Дегтяревым